Злочевский, при перевозках пшеницы по Черному морю нужно решить ряд проблем 2 трети внутреннего спроса на пшеницу Армения удовлетворяет за счет закупок из России Поэтому очень важно наладить бесперебойные поставки через верхний Ларс и порты Черного моря О вопросах, возникающих на этом пути, говорит в ходе видеомоста Москва-Ереван с подключением из мультимедийного пресс-центра «Спутник» к Армении президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский Чем больше терминалов, тем больше будет конкуренция, и тем ниже цены.Но останется вопрос с железной дорогой Здесь пока не хватает пропускной способности, и составы с зерном, в сезон урожая, иногда простоивают, отметил Злочевский Есть и факторы, которые могут смягчить цену.Например, сделки по пшенице, вывозимой в Армению, заключаются в долларах и зависят от колебаний его курса и к рублю, и к армянскому драму Правда, рублевых контрактов армянские поставщики опасаются опять же из-за колебаний курса Российских поставщиков устраивают поставки и в долларах, и в рублях.Если есть возможность рассчитываться в рублях, надо её обсуждать Риски можно закрыть хиджированием, просто к этому ещё не привыкли.Поэтому в основном российские экспортеры рассчитываются в долларах, пояснил глава Российского зернового союза За дело взялись переговорщики, что решат Ереван и Тбилиси по запрету на ввоз по щенице, больше чем больше чем напомним, в последние годы Армения начала все больше импортировать пшеницу автотранспортом вместо железной дороги, особенно из южных регионов России Власти Грузии ранее намеревались закрыть проезд через свою территорию машин с зерновыми и мукой Запрет касался машин из всех стран и прямо против Армении направлен не был.По итогам переговоров с грузинскими коллегами, запрет пока отложен Со своей стороны, Южно-Кавказская железная дорога, дочерняя компания РЖД, работающая в Армении, согласилась снизить тарифы на доставку пшеницы из черноморских портов Грузии Субтитры создавал DimaTorzok